Я много вам рассказывал про автомобили от компании Toyota, но ни разу в моих роликах не было представителя марки Lexus. Герой сегодняшнего ролика не просто более роскошная версия Toyota со всеми наворотами для иностранного рынка. Это уникальный суперкар, которого просто не существует в линейке Toyota. Lexus LFA. Видео по заказу подписчиков. Автомобили компании Lexus, будучи простым инструментом для комфортной поездки из точки А в точку Б, никогда не ассоциировались с суперкарами. Toyota Motor Corporation нашла себя и свою концепцию производства автомобилей, нашла своих потребителей, и вроде бы все у них получилось, но им постоянно чего-то не хватало. Им не хватало в линейке Lexus Supercar, но не просто быстрого и дорогого автомобиля, коих великое множество, а настоящего эксклюзива, который навсегда войдет в историю как самой корпорации Toyota, так и автомобилестроения в целом. Главный инженер компании Lexus, Haruhiko Tanahashi, был просто одержим идеей постройки этой машины. Разработка спортивного автомобиля LFA началась под кодовым названием TXS, которая должна была продемонстрировать возможности Toyota Motor Corporation и ее марки Lexus. Первый прототип был завершен в июне 2003 года. Прототипы LFA регулярно появлялись в время испытаний на Нюрнбург-ринге с октября 2004 года. Многие испытательные автомобили были оснащены автоматическими выдвижными задними спойлерами и углеротно-керамическими тормозными дисками. В январе 2005 года на североамериканском международном автосалоне в Детройте, штат Мичиган, состоялась премьера первого концепта LFA, который представлял собой проектную разработку без каких-либо планов по производству. Внешний облик был следствием сотрудничества Toyota и итальянского дизайнера Леонардо Фиораванти. Первый концепт LFA отличался стеклянной крышей и боковыми камерами, установленными в боковых зеркалах. Сдвоенные задние радиаторы были установлены за задними колесами и видны за большими экранами. Задний бампер имел тройной выхлоп, расположенный в форме перевернутого треугольника, а на задних стойках сместились воздухозаборники. После восторженной реакции общественности на концепцию LFA на автошоу, разработка продолжилась с большим упором на возможную серийную модель. Двумя годами позже мир увидел уже доработанный вариант с обновленным интерьером и экстерьером. Следуя первоначальной концепции LFA, время разработки было увеличено за счет перехода от алюминиевой рамы к кузову из улеродного волокна, что стало результатом инженерных усилий, направленных на улучшение соотношения мощности и веса. Сообщалось, что LFA привлек инженерные ресурсы команды Toyota Formula One. Второй концепт LFA отличался более аэродинамичным внешним видом, почти серийным интерьером и эмблемами марки F. Позже, в том же году, директор Lexus Great Britain Стив Сэтл сообщил о планах по созданию двигателя V10 и гибридной версии LFA. Гибридная версия, сочетающая бензиновый двигатель с электромоторами, должна была иметь силовой агрегат V8, аналогичный тому, который был разработан для Lexus LS600HL. Тестовые образцы LFA продолжали появляться на Нюрнбург-ринге, включая ранние модели с большим фиксированным задним антикрылом. В декабре 2007 года Auto Express сообщила, что LFA установил неофициальный круг за 7 минут и 24 секунды на Нюрнбург-ринге. Спустя месяц, в январе 2008 года, на североамериканском международном автосалоне Lexus представил ротстерную версию концепт-кара LFA, получившую обозначение LFA Roadster или же LFAR. Изначально в ротстере ставили мотор V10 объемом 5 литров с мощностью 500 л.с., давая возможность разогнаться до 322 км в час. Ротстер LFA также был показан на различных выставках Швейцарии, США и Японии. Также имелся единственный гоночный прототип LFA, который участвовал в гонках на выносливость на Нюрнбург-ринге в мае 2008 года, участвовал в соревнованиях VLN в классе SP-8. И в этом же году, в декабре месяце, в названии LFA был убран дефис, который был со времен первых концептов. 5 августа 2009 году уже был первый предсерийный образец, который показали осенью на токийском автосалоне, где новый генеральный директор Toyota Akio Toyota публично подтвердил производство LFA в своем выступлении на конференции, состоявшейся в Центре автомобильных исследований в США. Два прототипа LFA также участвовали в гонках на выносливость VLN Нюрнбург-ринга в середине 2009 года. В сентябре этого же года в японских автомобильных журналах сообщалось, что двигатель V10 объемом 4,8 литра для LFA будет иметь обозначение 1 LR. Кстати, анонс производства LFA приурочен к 20-летию запуска Lexus. Учитывая высокую стоимость строительства и развития, аналитики не ожидали, что продажи LFA будут прибыльными. Тем не менее, LFA задумывался как полигон испытаний для новых автомобильных технологий, включая массовое производство улеротного волокна и соответствующую разработку транспортных средств с высокими характеристиками. И уже через год, в 2010-м, начат выпуск серийного LFA. Дизайн LFA выполнен в новой философии стиля L-Finance с максимальным использованием треугольных форм. Облик суперкара дополняет полуслики и карбоновый аэрообвес. Основа купе это пространственная рама на две трети, состоящая из углепластика, остальное же алюминий. LFA производили в цехах, где ранее собирали гоночные болиды Формулы 1. Но так как Toyota больше не принимала участия в этом чемпионате, было принято решение направить мощности завода на сборку нового суперкара. Так почему же LFA считается уникальным? Несмотря на маленький тираж в 500 машин, уникальный автомобиль делало то, что это практически полностью карбоновая машина, собранная вручную, команда из 170 человек, которые были тщательно отобраны из огромного штата завода, которых назвали Takumi, что с японского дословно означает «виртуозное мастерство». Эти люди вручную раскладывали углеволокно в матрицы, тщательно разлаживали материал и запекали готовые формы в печах. Несущая клетка кузова LFA полностью изготовлена из склеенных между собой углеродных деталей, что позволило снизить вес автомобиля на 100 кг по сравнению с тем, если бы кузов был изготовлен полностью из алюминиевых сплавов. Чтобы не привлекать сторонние компании, поставщиков или волокнистой ткани, корпорация Toyota наладила свое производство, дабы исключить возможность поставки некачественного сырья, а риск был исключен и сведен практически к нулю. Главной концепцией сборки было собрать машину так, чтобы она была лишена какого-либо изъяна. Поэтому руководство Lexus не торопило сборочный цех, и над одной машиной могли трудиться сверхурочно очень много времени, что ощутимо поднимало стоимость такого суперкара. Несмотря на вес в 1480 кг, LFA меняет первую сотню за 3,7 секунды, а с нуля до 200 км в час за 11,4 секунды, при максимальной скорости в 326 км в час. Такие показатели были благодаря уникальному мотору, который собирал вручную один человек, и который создали специально под LFA. Он из себя представлял V-образную десятку с маркировкой 1LR-JUTE, объемом 4,8 литра, который был компактный и легкий как V6. Доводкой этого мотора занималась компаньоной Toyota, Yamaha Motor Company. Мотор имеет мощность 560 л.с. и 480 нм крутящего момента. Данный V10 имеет самые высокие обороты в мире, среди всех V-образных десяток. Благодаря применению схемы сухим картером, титановых клапанов и шатунов, малоинерационных пружин, клапанов и коромысел, покрытых керамикой, получилось исключить масляное голодание мотора. Помимо этого, очень невысокий маслопадон позволяет посадить мотор максимально близко к земле на подрамник, что позволило понизить центр тяжести, положительно повлияв на управляемость. Инженеры LFA решили взять V10 вместо V8 из-за более высоких оборотов и не решили избрать V12 из-за его меньшей возвратно-поступательной массы, что позволило обеспечить более быструю реакцию двигателя. Lexus также утверждала, что их мотор очень приемистый. Будучи на холостом ходу, движок упирается в отсечку за чуть более полсекунды, а стрелка обычного тахометра не может показать точное изменение оборотов двигателя. Поэтому тахометр там цифровой, который может мгновенно отображать частоту вращения двигателя, а максимально мотор может накрутить до 9500 оборотов в минуту. Lexus LFA имеет взвесовку по осям с 48 на 52 в пользу карме, что улучшает сгон с места. Несмотря на переднемоторную компоновку, это получилось благодаря переносу трансмиссии, бензобака на 73 литра, аккумулятора, радиаторов охлаждения и бачка для жидкости омывателя, максимально близко к задней оси. По словам главного инженера Харухи Котанахаши, переднемоторная компоновка была выбрана местно-среднемоторной и с причин безопасности, поскольку она могла предоставить менее опытным водителям более широкую сеть защищенности. КПП находится прямо на задней осью и состыкованно с мотором, чьей сделан из углеродного волокна карданный вал. Над этой коробкой трудилась дочерняя компания Toyota Aisin, тот самый Aisin, за которым гоняются многие фанаты автомобиля из концерна VAC. Первоначально Lexus стремился использовать коробку передач с двойным сцеплением, но решил, что переключение передач происходит слишком плавно, и была построена не имеющая аналогов шестискоростная автоматическая секвентальная электро-гидролюгическая КПП с одиночным сцеплением, которые в спортивном режиме способны переключить передачу за 0,2 секунды. Она приводилась в действие под рулевыми лепестками. Сцепление с дорогой обеспечивает резина от компании Bridgestone, у которой заказали линейку шин нового поколения Potenza, ширина которых 265 мм спереди и 305 мм сзади. В эту резину обыты легкоспланные диски от компании BBS размером 20 дюймов. Тормоза LFA получил от компании Brambo, где разработали новые карбон-керамические шестипоршневые тормоза с диском 390 мм спереди, а сзади четырехпоршневые с диском 360 мм. И все это контролируется фирменной электроникой. На дороге эту машину держит спереди независимая подвеска на двойных поперечных рычагах H-образного типа. Сзади же многорычажная на пружинных с амортизаторами, которые имеют отдельные жидкостные резервуары для регулировки жесткости, для управления которой была сконструирована специальная система электронного контроля устойчивости, которая имеет три режима, включая спортивную настройку. Чтобы добиться отменной управляемости, машину настраивали на знаменитой трассе Нюрнбург Ринг. Предсерийный LFA даже участвовал в гонке на выносливость 24 часа Нюрнбург Ринга, и в как знак своей признательности, Lexus позже выпускает 30 единиц более мощных LFA, которые гордо наименовались Нюрнбург Ринг Эдишн. Одна из этих машин побила рекорд трассы для серийных автомобилей, проехав ее со временем 7 минут, 14 секунд и 64 сотых секунды. Для безопасности шасси оборудовали передним противоударным боксом из углеродного волокна, который Lexus называет «Фуджи-структуры» из-за сходства его треугольного профиля с профилем горы Фудзи. Из прочих мер безопасности можно отметить усиленную конструкцию сидений, наличие двухступенчатых фронтальных подушек, ремней безопасности с вшитыми подушками и коленные подушки водителя. Система интегрированного управления динамикой VDIM включает контроль устойчивости, при этом и с кнопкой отключения трекшн-контроля. В машине установлен мониторинг давления воздуха в шинах и прочие вспомогательные системы. Несмотря на то, что это быстрая машина и при постройке ее была тотальная война с лишним весом, это все-таки сначала Lexus, а уже потом суперкара. С комфортом у LFA полный порядок. Салон собран вручную и может по комфорту легко поспорить с данными Е-класса. В интерьере сочетаются алькантара, кожа, металлические элементы и углеволокно. Водителя от пассажира отделяет массивный центральный тоннель, вытекающий из передней панели и плавно уходящий к задней перегородке. Его рабочая поверхность содержит множество кнопок управления климат-контролем и другими системами автомобиля, а также модуль двухосевого татильного джойстика Remote Touch для интуитивно понятного и быстрого доступа к функциям. Информация отображается на 7-дюймовом экране, сположенном в центре передней панели. Перед водителем высокотехнологичный ЖК-дисплей, исполняющий роль цифровой комбинации приборов. Означение типично для топовых комплектаций Lexus. Аудиосистема премиум класса Mark Levinson с 12-динамиками, двухзонный климат-контроль, множество электриклировок, система навигации с камерой заднего обзора и так далее. Но это не самая главная скрипка в этом автомобиле. Так как Yamaha помимо мотоциклов производит еще и музыкальные инструменты, при доводке мотора они сделали впускной ресивер особой формы, который помимо прямого назначения еще и дарит неповторимый звук. И для этого Yamaha немного напряглась и сделала специальные каналы, по которым звук из моторного отсека попадает прямо в салон. 14 декабря 2012 года собрал свой 500-й автомобиль, Lexus ворачивает производство LFA. Все автомобили были собраны по предзаказу, и ни одна машина ни дня не появилась в автосалоне. Каждый LFA был изготовлен по индивидуальному заказу, с учетом вкусов и желаний покупателя. Для компании Lexus данный проект был изначально убыточным, так как технологии и трудозатраты, которые были поставлены на кон, стоят ощутимо больше цены, которую просили за такое чудо техники. За право обладания суперкаром нужно было не только выложить внушительную сумму, но и попасть в ограниченное число счастливчиков. Например, в Японии квота составила 165 машин, по 410 тысяч каждая. Остальные же автомобили были предназначены для продажи в США и Европе. После окончания производства модели, Lexus заявляет, что замены LFA пока не планируются. Конечно же, ради того, чтобы сохранить статус этого уникального автомобиля. Поэтому для японцев LFA стал делом чести.